и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестры раз предыдущем видео так или иначе мы коснулись темы связанной с вооруженными силами армении правда разговор у нас там шел о скандальном моменте касающегося заявления пашиняна в сторону российской федерации и поставок из киндеров м а также его обращение к сержу сарксяну к своему предшественнику то давайте продолжим с вами в данном видео говорить о ситуации вооруженных силах армении точнее сказать мы будем говорить о том что осталось от вооруженных сил армении после проведенной вооруженными силами азербайджана операции деоккупации родных земель тире карабаха приступаем и начинаем с первой статьи статья крайне интересная обнаружено большое количество оставленного врагом оружия и боеприпасов данная статья как вы можете заметить вышла сегодня в 11 часов 52 минуты крайне интересно что же в неочередной раз обнаружили вооруженные силы азербайджана что в неочередной раз зафиксировано как брошенное оружие представителями вооруженных сил армении в момент когда те земли часть азербайджана была оккупирована этими самыми кавычках вооруженными силами ну что ж приступим изъято 10 гранатометов различных типов и 6 снарядов к ним 6 автоматов а к 74 1 пулемет рпк 4 снайперских винтовки различных марок более 150 магазинов к автоматам в общей сложности более десяти тысяч патронов различного калибра и другие боеприпасы также к данной статье прикреплены фотографии тех находок о которых шла речь вот вы их видите вот еще но давайте перейдемте теперь с вами то второй статье срочно в армении взбунтовались солдаты при этом что интересно солдатский бунт был осуществлен 23 февраля в праздник вооруженных сил которые празднуются в частности в россии хотя раньше праздновали и на территории всего советского союза что же произошло спросите вы давайте с вами ознакомитесь как сообщает пресс-служба минобороны армении 23 февраля группа военнослужащих и их родственники попытались помешать возвращению солдат на место постоянной дислокации то есть солдаты не хотят служить и родители не хотят чтобы их дети якобы по ошибке но то как это осуществляется чуть дальше вам расскажет сам непосредственно армянский солдат оказались бы в карабахе на место постоянной дислокации в результате чего на территории части произошли беспорядки а некоторые солдаты воспользовавший ситуации самовольно покинули часть интересно с какой же армии приходилось воевать азербайджану и можно ли назвать это армией данная статья тоже вышла сегодня в 23 40 в 13 43 прошу прощения переходим к следующей статье после всех тех фактов как с которыми вас уже ознакомил неудивительно выглядит заявление генерал-полковника вооруженных сил армении мафсеса акопяна армянская армия плохо подготовлена и плохо воевала интересно давайте с вами зачтем те некоторые моменты и как противник добрался до шуши какими средствами ответ на этот вопрос даст время и анализ действия армии я вообще считаю что ящик пандоры закрыт именно там противоположное не стыкующиеся друг с другом заявление тем не менее объясняющее всю катастрофичность ситуации в армянской армии не так ли но на этом данный генерал не остановился он сделал следующее заявление у нас были проблемы в управлении больше ни в чем мы были плохо подготовлены и воевали плохо сказал генерал ну что ж что можно к этому добавить на мой взгляд добавить нечего то есть возможно и пашинян был неправ и скандеры то работали хорошо но как говорит данный генерал не было профессионалов воевали плохо плохо были обучены включая видимо надеюсь генерал себя не ставил 100 в сторонку он выходит и сам допускал крайне позорные ошибки выходит так но давайте пойдемте еще чуть дальше как вы помните в начале данного видео я говорил о том что в армянской части произошли бунт бунты 23 февраля и родители солдат и сами солдаты почему-то отказываются служить в армии армении ведь вроде бы причем здесь карабах причем здесь армии армении вы думаете я просто так это назвал только что карабах нет потому что всех солдат из армении по сей момент стараются направлять в карабах правда уже используя противозаконные лазейки и вот сейчас вы об этих противозаконных лазейках услышите от самого армянина который явно находясь под состоянием под чувством страха когда ему задали про карабах здесь кстати это тоже раскрывается что армяне даже служащие в армии армении понимают кому принадлежит карабах не верите сейчас вы все это услышите и касательно незаконной переброски вооруженных сил армении в карабах когда у солдат даже не спрашивают хотят ли они этого и о том что думают армяне о карабахе служащие в армии армении приступаем приступаем это блогер с украины правильно ну да так подожди ты из армении ты считаешь тоже карабах азербайджан а кто ты сказал что я с армии армии а без армии странно что-то а ты замок куда на афера шли а вы азербайджанец получается сейчас скажи зачем это война я сам воевал тоже я вижу я это ранен да ранение чего ухо Обратите внимание Солдат явно попросил Чтобы его лицо не показывали Армянский солдат То есть боится своих же Продолжаем Ну ничего страшного? Ну 75% Девое ухо не слышит Не, ну Я имею ввиду, ну не смертельно же, так? Не, ну не смертельно Понятно Ну что ж, выздоравливали А зачем ты пошел воевать? Если ты, это же на Армению Никто не нападал Никто на Ереван не нападал Значит, ты никто не нападал Нападал На Ереван? Обратите внимание Вот это зомбированность Человек четко спрашивает На Армению кто-нибудь нападал? И он говорит Да, нападал Да, нападал На Карабах А я в Карабахе Обратите внимание Он говорит Карабах Тоже Очень важный момент Он не называет Карабах на армянский Мотив Продолжаем слушать Я сам не хочу Но мне служить два года Очень важные моменты Говорит этот армянский солдат Анжоу Подожди Армения не имеет права Свои войска Отправлять территорию Нагорного Карабаха Которая Азербайджан Это же санкции Это кто Это кто тебе так скажет По международному закону Это санкции вводится Вообще Ну да Но мы идем там служим Так ты служишь Армии Нагорного Карабаха Республики вот этой Которая типа есть Или Армении Сейчас я тебе скажу Как это делается Отсюда забирают солдат В общем Привозят в Нагорный Карабах Регистрируют тебя в Нагорном Карабахе Что ты же и житель Нагорного Карабаха И ты служишь там Вот почему кстати Очень много по сей момент Пропавших без вести Потому что многие из армян Которые погибли Считаются якобы Гражданами Карабаха Интересный момент Продолжаем Это говорит Арменин И ты уже получается Типа как Как Арцахский Понял? Ну это же получается Нарушение законов Это же по-моему Прав человека Это вызывается Или ты давал Своё согласие Так делать? Это согласие Не дают Ты просто идёшь То согласие У людей не спрашивают Тоже важный момент Возвращение международных законов За такой даже санкции Возвращение международных законов Ну конечно Так ты вначале говорил Что это Азербайджан Я сейчас говорю То что он Азербайджан Поход Большая часть Азербайджан Ну где я служил Мы там постов Не отдавали Мы где были Там и стоим Ну там часть Да осталась Сколько я понял Ну и как вот Ты давай Вижу Ты умный пацан Так Как ты думаешь Вот эта война Кому выгодна? Ну она не выгодна Не Азербайджану Понятно Потому что Ну никто не хочет Стерять своих детей Которые воюют Азербайджанские матери Так же как и армянские матери Да и Армении Тоже не выгодно Потому что Ну Потому что Выгодно с Раном Жить дружно И торговать И так далее Как ты думаешь Вот третье Лицо Кому выгодна Эта война Азербайджан И Армении Вот Как ты думаешь Это кто? Какая страна? Ну я тебе Знаешь как скажу Эта война Эта война Частица Того То что будет сейчас А сейчас Будет много чего А ты считаешь Это только начало Частица Начала Какого-то Да? Конечно Да Сейчас начнется Мировая третья война Будет Я так думаю И там уже будут Воевать Я сам украинец Вообще-то Я родился В Одессе Понятно Вот Тоже такой Одессов Место рождения Одесса А ты Сколько жил В Одессе? Мало жил Я родился И приехал сюда Но я в Москве 12 лет прожил В России Понятно Да У меня Потом служить туда Приехал Вот сейчас Пять месяцев Осталось Нужно Наверное Не пойду Потому что Апериод Давайте я уже Остановлю Данный Армянин Сказал еще Очень удивительную Фразу Прошу прощения О том Что Возможно В скором времени Начнется Более Тяжелое событие Касательно Третьей Мировой войны Он не сказал О Виновниках Которые приведут К Третьей мировой войне Но он сказал Что это Первая семечка Которая была Брошена В отношении Третьей мировой И знаете Он ведь Практически Не слушая Скорее всего Мои видеоролики Так же Как видеоролики Многих Азербайджанских Блогеров Подтвердил Наши высказывания В частности Вы помните Когда В одном Из своих Недавних Роликов Я говорил О том Что Франция Собирается В подбрюшье России Основать Свою Военную Базу Вот вам И продолжение Которое Приведет К Третьей Во всяком Случай Будет Попытка Образование Французской Военной Базы На территории Армении И учитывая Связи Определенных Структур В Армении Многочисленных Структур В Армении Именно С Францией Это вполне Возможно Если я Не прав Пожалуйста Оставьте Свои Комментарии И Комментарии Уже попробуйте Опровергнуть То что Я вам Сейчас Говорю Неспроста Кстати На фоне Всего Этого Армянства Радикальное Армянство В России Уже Говорит О претензиях На российские Земли На земли Кавказа И при этом Вместе с этим Франция Заявляет О том Что хочет Организовать На территории Армении Свою Военную Базу При этом Врагами Самой Франции По неволе Является Как Россия Но учитывая Что НАТО Пока еще Не распалась И Турция И Франция Хочет Находиться Между Двумя Своими Врагами Зачем И подталкивает Армянство На радикальные Высказывания В отношении Претензий К России Кавказским Народам Зачем Просто Совпадение Не верю Ну а мы С вами Продолжаем Переходя К следующей Статье На фоне Всего Того О чем Я вам Сказал Того Хаоса Который Творился И творится В вооруженных Силах Армении Ужасающим Фактором Свидетельствующим О правоте Этого Хаоса О справедливости Высказывания Что Вооруженные Силы Армении Уже Сначала Как минимум Двухтысячных Погрязли В этом Хаотическом Положении Можно Засвидетельствовать Следующим Фактом И дело Не В уничтожении Агдама Который Уничтожался С момента Окупации Этих Земель Нет А борьбой Армянства С Кладбищами Из которых Как Заявлял Российский Эксперт Коротченко Выкапывали Трупы Азербайджанцев Вернее Не трупы А останки При этом Там Эти останки Выбрасывались Наружу А вот На что Видимо Хватало Мужества У так Называемых Вооруженных Сил Армении Вот Вы видите Могилы Опустошенные Выкопанные Сломанные Могилы Над которыми Надругались Вы сами Все Видите Но давайте Пойдемте Еще чуть Дальше Тем более Мы постепенно Приближаемся К концу Данного Видеоролика Пашинян Заявил Что Интересы Экономики Интеграции И коммуникаций Превыше Войны В Карабахе То есть Что же Необходимо Было Сделать Чтобы Армянские Горе Эксперты Признали Необходимость Для существования Армении Улучшение Отношений Соседей И разблокирование Армении Возвращение Карабаха Его Истинным Хозяевам Пришлось Уничтожить 15 Как минимум Тысяч Своих Молодых Ребят Если не Больше Тем более Учитывая Тот факт О котором Я уже О котором Вам рассказывал Армянский Солдат Что скорее Всего Погибших Даже Больше Из-за Вот этой Путаницы Которой Совершали Чиновники Карабаха На пару С чиновниками В Армении Интересно Но сейчас Я хочу Перейти К более Важному Аспекту Знаете Что интересно Интересно Тот факт Что На сайтах Официальных Структур Российской Федерации Появились Названия Ханхенды То есть Несмотря На все Армянские Силы Диаспор Российские Государственные Органы Тиреструктуры Стали Понимать Что Окончание Карабахского Вопроса Возможно Только При Восстановлении Целостности Азербайджана И Решение Раз и Навсегда Вопроса О так Называемой Столице НКР Так Называемой НКР Нагарно-Карабахской Республики В частности Данное Изменение Было Обнаружено На Сайте МЧС Российской Федерации Где Было Указано В качестве Центра Главного Центра Нагорного Карабаха Степанакер Дробь Ханхенды Еще Недавно Такое Представить Было Невозможно Так Как Данную В кавычках Столицу Представляли Одним Названием На Армянский Лад То есть Степанакер Что-то Происходит В России Дорогие Друзья Происходит Глобальное И Это Не Может Не Радовать Россия Меняется И Я думаю Что В скором Времени Мы Не Узнаем Россию В Хорошем Смысле Этого Слова Российские Политологи Говорят Уже О России Как О Части Турана Так Или Иначе Об Этом Заявил Лавров Россия Уже Полностью Поняла Тире Оценила Во Многом Турцию И А Турцию Оценили Сами Россия Это Видно По Количеству Россиян Которые Едут Жить Тире Работать В Турцию Не В Европу А В Турцию Тоже Интересный Момент Данный Список Можно Продолжать До Бесконечности И Все Это Конечно Расстраивает Радикального Армянства И Хозяев Во Франции В США Ну Пускай Расстраиваются Пускай Расстраиваются Я же на этом Заканчиваю Данное Своё Видео В Следующем Видео Я собираюсь Ответить Некоторым Армянским Выскочкам О ком Идёт Речь Я пока Говорить Не буду Но Поверьте Мне Всё Будет Очень Интересно Хотя Нет Одну Назову Это Лев Валян Это Самая Рядовая Из Данных Выскочек Ну Что ж На этом Точно Всё Всем До свидания Всем Пока Всегда Ваш Сиидов Камрам До свидания До свидания Дорогие мои До свидания До свидания